Доброго времени суток, уважаемые зрители, наши гости и подписчики! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня мы с вами поговорим о вреде и пользе овсяной каши. Глянцевые журналы и интернет-страницы пестрят заголовками о пользе правильного питания. Отчасти поэтому приверженцы здорового образа жизни так поглощены поиском информации касаемо пользы и вреда продукта. Овсяная каша не стала исключением. Ее сформированный химический перечень элементов благотворно воздействует на организм. Однако, существует категория лиц, которым блюдо противопоказано. Давайте поговорим обо всем этом более подробно. Состав овсяной каши. Овсянка славится большим содержанием клетчатки, которое положительно влияет на пищеварительный тракт. Вещество ускоряет всасывание веществ кровотоком и разнесение полезных элементов по всему организму. Белок в каше находится в легко усвояемой форме. Он нужен всем людям без исключения, потому что восстанавливает зубной эмаль, ногти, волосы, кости и мышечную ткань. Углеводы требуются для сдерживания чувства голода. Поскольку овсянка богата сложными сахаридами, настроение и боевой дух сохраняются надолго. Жиров в каше мало. Отсюда появляется возможность добавления блюда в меню пациентов ожирением, худеющих и диабетиков. Состав овсянки многогранен, но нет смысла описывать каждый элемент подробно. Ретинол в группе с витамином Е оказывает мощнейшее антиоксидантное действие. Вещества освобождают печень от вредных продуктов распада, улучшают здоровье волос и кожи. В овсянке много б-витаминов, а именно гиамина, пиродоксина, репофлабина. Все эти вещества необходимы нервной системе. Они защищают человека от апатии, хронической утомляемости, плохого сна и посторонних раздражителей. Также каша имеет витамин К, ПП и Д. Из минеральных веществ блюдо может похвастаться кальцием, никелем, марганцем, железом и серой. Также в овсянке есть магний, фтор, калий, йод и фосфор. Польза овсяной каши. Огромное количество элементов благотворно влияет на все функции организма. Особую ценность получает пищеварительная система, сердце, почки, печень и дыхательная система. После перенесенной операции на брюшной полости, хирурги советуют больным употреблять овсянку для быстрого восстановления деятельности пищеварения. Польза кишечнику проявляется в виде избавления от сопоров, застарелых отходов, сильной интоксикации стенок желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов в целом. Грубые пищевые волокна в виде клетчатки обеспечивают ускорение метаболизма, запуск пищеварения после пробуждения, снижение веса и поддержание холестерина в крови на небольшом уровне. Овсянка богата протеинами, которые нужны спортсменам и всем активным людям. Белок ускоряет набор массы в виде мышечных волокон и не позволяет им распространяться во время сна. Кальций обеспечивает полноценное формирование костей, зубов, ногтей и волосяного покрова. Чаще всего в этом минерале нуждаются дамы, которые столкнулись с аллопецией и расслоившимися с свободным краем пластины. Каша на основе овса снижает вероятность тромбообразования, потому что разжижает кровь до нужной консистенции. Блюдо мягко раскрывает кровеносные каналы, облудняет стенки сосудов. Самой ценной кашей считается для больных сердечными патологиями. Она облегчает симптомы заболевания и помогает скорейшему выздоровлению. Продукт сохраняет сытость, что ценится худеющими. Крупу советуют потреблять людям, которые много трудятся за компьютером или часто бывают за рулем авто. Овсянка улучшает зрение, а также укрепляет мышцы глаз. Каша из овса улучшает запоминание информации, усиливает скорость ее обработки. При систематическом употреблении усиливается работа мозга. Человеку становится легче концентрироваться на главном. Блюдо составляет основу многих разгрузочных дней. В овсянке содержится мало углеводов и много клетчатки. Поэтому проводится полномасштабное очищение кишечника от зашлакованности. Питательные вещества делают кашу пригодной для диетического меню. Польза овсянки для женщин. Чаще всего овсянку применяют в косметологии. Из молотого зерна готовят маски для лица. Поскольку овес обладает антибактериальными свойствами, домашние средства избавляют от акне воспалительных процессов, пигментации и морщин. Также девушки кушают овсянку с целью ускорить метаболические процессы. Зерно имеет особенность очищать кишечник от состарелых отходов, повыводить токсины и шлаки. Овсянка полезно влияет на сосуды и всю кровеносную систему. Поэтому ее потребляют при варикозном расширении вен. Этому недугу чаще подвергается представительница слабой половины человечества. Также зерно используется при похудении. Причем абсолютно не важно, потребляете вы отруби, кашу или пророщенный овес. Эффект от последнего будет максимальный. Польза овсянки для мужчин. В каше сосредотачивается соединение, которое положительно отражается на репродуктивной функции мужчин. Овсянка повышает токовую за счет ускоренного сперматогенеза. Поэтому блюдо показано семьям, столкнувшимся с проблемами зачатия. Кроме этого, овсянка способствует ускоренному росту мышц благодаря включенному глютену, протеину и клетчатке. Эти свойства необходимы мужчинам, которые посещают спортзал. Также блюдо усиливает потенцию за счет ускорения притока крови в паховой зоне. Овсянка делает парня привлекательным в глазах дамы, потому что повышает либидо. Польза овсянки для беременных. Кашу рекомендуется вводить в меню дам в положение, потому что блюдо решает одновременно несколько вопросов. Овсянка восполняет нехватку витамина В9, который нужен для формирования плода в соответствии со сроком. Пиродоксин облегчает симптомы токсикоза на ранних этапах. Овсянка снимает работные позывы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Дамы в положении часто сталкиваются с запорами, а вес решит эту проблему. Входящий в ее состав железо снижает риск возникновения малокровия у девушки и ее плода. Каша убирает отечность, благодаря способности выводить излишки жидкости. Помимо этого, овсянку советуют кушать дамам во время лактации. Блюдо усиливает жирность и общие качества молока. Оно устраняет горечь, которая нередко появляется из-за неправильного питания матери. Пульза овсянки при похудении. Каша популярна среди спортсменов и личностей, которые следят за фигурой, придерживая здорового питания. Продукт востребован у людей, активно набирающих массу. Овсянка богата природным белком, который положительно сказывается на росте мышц. Учитывайте, что сидеть на белковой диете вредно и опасно для здоровья. Овсянка, помимо протеина, содержит в себе медленно усвояемые углеводы. От этого блюдо получается сбалансированным. Для уверенного роста мышечной ткани на завтрак вместе с овсянкой необходимо съедать яичный белок. Чтобы сжечь нежелательные килограммы, овсянка также необходима в рационе. Продукт отлично стабилизирует деятельность желудокишечного тракта. Наличие клетчатки препятствует усвоению жира. Пищевые волосна в совокупности с медленными углеводами и белком дают организму длительное чувство сытости. Богатая железом каша формирует центральную нервную систему. Поэтому регулярное потребление продукта приводит к стабильному психоэмоциональному фону. Вам меньше подвержены внешним раздражителям и депрессивным состояниям. Когда не стоит употреблять овсянку? Овсяная каша с дополнительными ингредиентами принесет пользу или вред в зависимости от состояния больного. Продукт не всегда положительным образом отражается на организме. При некоторых патологиях овсянка противопоказана. Если вы страдаете от сахарного диабета, запрещается употребление овсянки со сладкими примесями. В этом случае течение болезни значительно ухудшится. Овсянка, приготовленная на воде с добавлением сахарозаменителей, принесет только пользу пациенту. Подобное блюдо при диабете поможет поддерживать уровень глюкозы в крови и контролировать нормальный вес. Овсянка категорически запрещена при наличии тяжелых патологий с почками. В этом случае больному разрешается лишь безбулковая диета. Как говорилось ранее, овсянка богата природным протеином. Употребление каши может привести к серьезным охлаждениям. Стоит знать, что в овсянке присутствует фитиновая кислота. Фермент противостоит усвоению кальция в человеческом организме. Негативные воздействия проявляются в виде развития астероопороза. Костная и мышечная ткани не в силах правильно формироваться. Овсянка противопоказана людям, у которых выявлена непереносимость глютена. Белок преобладает в продукте. В этом случае он не только не усваивается организмом, но и сопровождается рядом неприятностей в виде сильных болей в животе и диареи. Подобный недуг встречается редко, но перед употреблением все же следует убедиться в его отсутствии. Если вы решили сесть на диету на основе каши, пройдите полное обследование и получите профессиональную консультацию. Вред овсяной каши. Несомненно, каша полезна для человека. Все же не стоит забывать о том, что продукт имеет перечень противопоказаний. Состав может пагубно отразиться на здоровье малыша при раннем прикорме до 1 года. Овсянка запрещается готовить кашу на молоке маленькому ребенку. Его организм в раннем возрасте не способен расщеплять животный жир. Отсюда можно спровоцировать ряд неприятных последствий. Не стоит забывать, что овсянка относится к продуктам с повышенным содержанием глютена. Белок навредит людям с индивидуальной непереносимостью и проблемами желудокишечного тракта. При индивидуальной непереносимости глютена в организме человека развивается хроническое воспаление кишечника. Недуг препятствует всасываемости полезных ферментов. Такая патология называется целиакия. При переедании овсянки даже у здорового человека в организме нарушается всасываемость кальция. Отсюда возникает ряд проблем. Чтобы не сталкиваться с подобным, достаточно употреблять кашу 3 раза в неделю на завтрак. Помните о высокой калорийности продукта. Таким показателем обладает любой сорт овсянки. Не стоит налегать на кашу быстрого приготовления. Подобные продукты обладают быстрым выбросом калорий. Это способствует формированию жировых прословий. Не вздумайте включить кашу быстрого приготовления в рацион. Овсяная каша – это своеобразный продукт. Без сомнений, он ценен для человеческого организма. Важно соблюдать суточную норму потребления. В этом случае каша не будет представлять для вас никакой опасности. Если вы решили похудеть с помощью овсянки, предварительно проконсультируйтесь с диетологом. Ну вот и все у нас на сегодня. Задать вопрос или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Подписывайтесь, если вы, конечно, еще этого не сделали. И вы узнаете еще много полезной и важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео. И всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!